Согласно преданиям, в этом месте небо ближе всего находится к человеку. Основоположник философии даусизма Джоанзе говорил, энергии всего живого в мире дает жизнь. Когда энергия рассеивается, жизнь прекращается. Стоя на вершине горы и обращаясь к природе, люди наблюдали за метаморфозами телесных и бесформенных явлений, чтобы получить возможность общения с макрокосмосом. Начинать работу с восходом солнца и заканчивать ее на круговороте времен года. Каждое живое существо ищет минуту безмятежности, чтобы удовлетворить свои чаяния на просторах природы. Субтитры создавал DimaTorzok На другой стороне земного шара течение реки Рейн всегда служило для иного толкования убеждений человечества. В этом городе, на весь мир прославившемся своей архитектурой, находится самый красивый готический собор Кёльнский. Здесь же живет лауреат самой престижной в области архитектуры, прицарской премии Готфрид Бём. В данную минуту Готфрид Бём и его сын Пауль Бём воодушевленно обсуждают архитектурный проект. Четыре поколения семьи Бём прославлены немецкие зодчие. Восьмидесятилетний Готфрид Бём уже мало интереса проявляет к новым проектам. И что же тогда его так глубоко увлекло в этот раз? Ответ на этот вопрос нужно искать далеко на востоке. Мастеру пришло приглашение из того места, где находятся истоки даосской культуры. Отправители выразили надежду на то, что он сможет стать архитектором культурного центра даосизма в горах Удангшань под названием Тхайдзигуань. Виктор Бём, директор Анатолий Готфрид Бём, директор Анатолий Готфрид Бём. Виктор Бём, директор Анатолий Готфрид Бём, директор Анатолий Готфрид Бём. Виктор Бём, директор Анатолий Готфрид Бём, директор Анатолий Готфрид Бём. Виктор Бём, директор Анатолий Готфрид Бём, директор Анатолий Готфрид Бёв. В апреле 2010 года в Гарвардском университете прошла конференция по китайской культуре. Люди начали исследовать, какие внутренние ценности способствовали повторному и невероятному развитию восточной державы. Декан факультета восточно-азиатских языков и цивилизации Ду Вэймин возглавляет Янзинский институт при Гарвардском университете, который, начиная с эпохи Джонга Кинга Фернберга, на протяжении столетий является наиболее авторитетной на Западе организацией по исследованию Китая. В настоящее время Китай стал широкой и толерантной сценой мира. Мир задался вопросом, какой невидимый и бестелесный микрокосм, образованный душами множества индивидуумов, стоит за вполне конкретной историей Китая. И в минимальных потребностях, и в отношениях с людьми, стремясь к постоянству жизни, к духовке, каждый китаец строит для себя конкретный мир, притом в разной степени получая воспитание бестелесного мышления даосской школы. Китая. В booze ярмах nhiêu solveе bassismus. Обездающий образ научной борзыjsk stripes, вот из ресурсы личной видео силы. Заuteечье, quedы cor inf against. Все для развития二 existentes. Тема по Agrvelа в силуット, ерованных Runablegend lifted loud outer魂 вurp в тихим духе. basin взрослыхoto средств behöver Origина пенсия, в чиновах отнош с Ханго. СпасибоNathan人, Культура даосизма — это вопрос, который всегда вызывал у Готфрида Беома неподдельный интерес. Из любопытства к Китаю, этой далекой таинственной восточной стране, в которой он никогда не был, но от которой принял поручение разработать архитектурный проект даосского храма Тай-Ди-Гуань. Когда мы с этим проектом проектом, то, что мы хотели с темпемпелем или даже в связи с темпемпелем, то, что это удивительный для нас сегодняшнего времени. И мы хотели бы это сделать, а он сделал это. Но что же такое тай-ди? Это понятие Готфриду Бема отнюдь незнакомо. Ранним утром под Эйфелевой башней люди практикуют боевые искусства тай-ди-чай. С виду это занятие кажется неспешным, но на самом деле оно очень бодрит. Некоторые говорят, что истоком тай-ди является черно-белый рисунок в круге. Другие же утверждают, что тай-ди является истоком всех ценностей и движущей в мире силы. Очевидно, тай-ди вопрос отнюдь непростой. я не думаю, что мы в другом мире какие-то пускай в наших работах. Мы не должны учитывать отнюдь, но в жизни будет ухудшение. В природе есть с внешностью грятия, и сourков. И это, как другом, теплым, тепло, тепло, полет, тепло, полет, тепло, полет, злоб. Как мы с тобой с тобой неимаем. Мы с тобой с тобой неимаем, то есть с тобой 생рует с тобой. Так что мы, в принципе, мы с нашего мира демократтера неимаем, Несомненно, эта тема для разговора порождает богатое воображение. Таинственность Тайдзи вызвала у Готфрида Бема крайнее любопытство и заставила его принять важные решения – отправить своего сына Пауля в Китай. Он должен будет рассказать о своем путешествии в страну Тайдзи. Каждый день с восходом солнца Даоса в горах Уданшань читают сутры. В даосской религии это называется утренним уроком. Проходит тысячелетие, а начало самосовершенствования остается неизменным. Продолжение следует... Продолжение следует... Последователи даосизма считают, что восход солнца порождает мужскую энергию Ян. Вместе с тем могут пробудиться и всякие мысли. Если не взять под контроль желание увлечься иными помыслами, то можно потерять главную цель – самосовершенствование. Почему в даосизме принято считать, что время изменений в природе может оказывать влияние на людей? Это мнение берет свое начало из простейшего понимания взаимосвязи природы и человека. Продолжение следует... Китайские мудрецы прошлых эпох верили, что микрокосм человека и внешний макрокосм образуют дуалистическую структуру инь-ям. И в них обоих функционируют пять стихий. Эта древняя теория изоморфизма природы и человека похожа со временем устанавливаясь с современными науками. Эта древняя теория изоморфизма. Эта древняя теория изоморфизма. поиск возможности общения с природой. По их мнению, Вселенная – это экстернализация тела человека. Обладая общностью тела, Вселенная состоит с человеком в тесных отношениях, и благодаря этой близости сущность обретает оттенки лиричности и эстетизма. В кучкующихся и рассеивающихся облаках даосы видят сверхъестественную силу макрокосма, но движимые мечтой единства человека и природы, они вместе с тем ищут ответ на вопрос, каким образом следовать закономерностям природы, уходящей на покой и набирающейся сил. Когда рассеялся утренний туман, Пауль Бем и его помощник прибыли во дворец Цзэйсяугун. Для них этот храм – необычный мир. 600 лет тому назад был еще один человек, прибывший в горы Уданшань с чертежами запретного города в Пекине. Взяв их за образцы, он начал масштабное строительство Уданшанье. Так, на горе появился широко прославленный императорский Даосский храм. На севере запретный город, на юге – Даосский храм. С того дня, как началось строительство между этой большой горой и императорской столицей, образовалась тесная связь. Мало кто из императоров так ревностно относился к горам, как в эпоху династии Мин. За 200 с лишним лет ее правления в горах Уданшань было одобрено порядка 400 высочайших указов. Здесь грозная императорская власть слилась с широко почитаемым принципом Даосизма – соблюдение закономерности природы. Место, где человек находился в полной гармонии с природой, превратилось в земной рай. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня, взирая с высоты на дворец Цзи Сяогун, можно заметить абсолютно прямую, пронизывающую его осевую линию. Эта концепция строительства полностью укладывается в существовавшую в эпоху правления Мин эстетическую идею о центральной оси императорской власти. Храм окружен горами с трех сторон. На расстоянии параллельно возвышаются пять горных вершин, что вплое древний китайский принцип Фаншуэ о взаимодополнении инь и ян. На территории самого храма протекает река Дзинь-Шуэхэ и располагается пруд Джу-Чуэ-Чи, который накапливают в храме энергию Цзи и не дают ветру ее развеять. Служение трех сторон. Отправляясь в лесистую местность гор Уданшань, чувствуешь естественное и свободное взаимодействие природой человека. Вдали от железобетонных высотных зданий трудно объяснимые тревога и подавленность будто исчезают естественным образом. После того, как стихла барабанная дробь вечернего Чесутер, Пауль Бёму смог еще глубже проникнуться атмосферой этих гор. Эта путешествия сегодня говорит мне, что я не был очень плохим. Я думаю, что это было право, что я сделал. Это было разное от того, что я видел. Разное в языке архитектуры. Но я думаю, что это было подобное в отношениях и также в отношениях мест и комнатах. Для Паули Бёму это удивительный отпуск, который он проводит в горах Уданшань. С наступлением следующего дня он решил нанести визит даотскому врачу, который уже больше 30 лет отшельником живет в этой местности. Как считает даотский лекарь, таинственность китайской медицины невозможно выразить словами. Не имея никакого диагностического оборудования, опираясь лишь на осмотр, прослушивание опроса и прощупывание пульса, врачи китайской медицины устанавливают диалог с телом, из которого узнают о болезни. Эти восточные знания нередко удивляют жителей Запада. Много беременности, с которыми мы passiert, учитывая все три части, в будущих диагностях. Да, да. Захарда. Да. Который липсит, в этиời. Да. У меня было сверху. У меня было бы несколько лет потом. Какое время? Я думаю, что это было да. О, было 2 месяца было. Да. 2 месяца было? Да, да. Да, да. Мы живем в эпоху мобильности и скорости. Большое число желаний и огромная скорость приводят к утрате баланса нашего организма. Мы вынуждены все время адаптироваться к бесконечно меняющемуся миру. Если все гениально и объяснять просто, то задача традиционной китайской медицины заключается в том, чтобы помочь людям восстановить равновесие инь и янг в организме. Причиной множества заболеваний является сердечная тревога. Но тщательно исследованные и разработанные лекарства эффективно лечат лишь саму болезнь. Они не способны долгое время поддерживать жизненные силы организма. Живущие же в горах даосские врачи соблюдают закономерности природы. Ведь следуя воле небес, приспосабливаясь к ритмам природы, можно на протяжении долгого времени сохранять гармонию своего организма. Врач Ван считает, что кроме соблюдения режима работы и отдыха, Паулю Бьому следует еще обратиться к главному тренеру боевых искусств Ушу в горах, наставнику Джун, чтобы взять у него уроки тай-дзи-чюаня. Эти занятия помогут ему лучше прочистить меридианы и в диалоге с природой, горами и реками постигнуть таинственный смысл тай-дзи. Суть даусизма – это подобие энергии ци. Она существует, но ее трудно уловить и ощутить. Именно в этом заключаются истоки бытия. Движение вверх, движение вниз – это начало гимнастики тай-дзи-чюань. Оно напоминает о подъемах из призни, о гребнях волн и самом дне, о процветании и упадке. Даосы считают, что занятие гимнастикой тай-дзи-чюань может принести душевное спокойствие людям и способствовать благоприятным межчеловеческим отношениям. Девушки отдыхают... Своеобразные методологии китайцев самонаблюдения за здоровьем происходят из старинного и бесхитростного мировоззрения в китайской философии. В каждом есть что-то друг от друга, гласит китайская поговорка. Подвижная гимнастика Тхайзи Цюань – это сочетание динамики и статики, умелое совмещение твердости и мягкости, ярко выраженная гармония. Более тысячи лет назад легендарный мудрец по имени Цюань-Туань оставил потомкам бессмертный священный свод. Древний круг – символ изначального эфира с делением на символы инь и ян включил в свое содержание закон непрерывного цикличного развития Вселенной. Однако и сегодня это содержание периодически находит в случайные точки пересечения на временно-пространственном континиуме истории развития цивилизации. Наукой было неоднократно подтверждено – наше понимание космоса – это всего лишь мизерная часть. Люди хотят для себя как можно лучшего существования, то есть стремятся к достижению баланса между инь и ян. Это идеальное состояние в отношениях инь и ян древние люди и называли Тхайзи. Оно безмерно большое и бесконечно малое. Еще несколько тысяч лет назад, китайские мудрецы таким бесхитростным и глубоким понятием как Тхайзи описали суть гармонии инь и ян всего телесного и бесформенного во Вселенной. Когда в Пекине выпал первый снег, Пауль Бем подробно разъяснил проектный вариант павильона Тхайзи отечественным и зарубежным коллегам. ГИТАЛИВ. Не важно, каким будет конечный результат, но так современные поколения трактуют предназначение этих гор и почитание Тайзи. На самом деле, с древних времен и до сегодняшнего дня люди жадно стремятся достичь лучшего состояния Тайзи. Горы Уданшань в древности называли Тайхэшань. Иероглиф Хэ в этом названии в некоторой степени демонстрирует суть Тайзи. В круговороте времен эти горы продолжают непоколебимо стоять посреди территории Китая, будто по фаншую, приводя в гармонию четыре стороны, уравнивая баланс инь и ян и обеспечивая совместное сосуществование. Тайзи Тайзи В мае озеро Канас окутано туманом. С верхушек деревьев он поднимается в горы, давая весне укрыть долины зеленью и влагой. Остров Канас – это рай на земле, скрытый между высокими алтайскими горами в северо-западной части Синьцзяна. Он обладает территорией в 10 030 квадратных километров. Безбрежное море лесов покрывает горные вершины, защищая прозрачное хрустальное озеро Канас. Жизнь кипит во всех несметных уголках, нежесть в солнечных ваннах расцветая красотой. На сибирской лиственнице гроздьями растут шишки. Это время ее цветения. Это ценное дерево произрастает в Китае только в Синьцзяне. Его еще называют Синьцзянская лиственница гмелина. Растет она на высоте от 1200 до 2600 метров на солнечной стороне гор. Каждый год с мая по август растительность Канаса вступает в период роста. Благодаря влажным воздушным массам с Атлантического и Северно-Ледовитого океанов осадки выпадают в горах. Пик выпадения осадков наступает здесь два раза в год. В основном осадки выпадают с июня по август. За этот период они достигают полугодовой отметки. В конце сентября и начале октября здесь встречают первый снег. С этого времени и до следующего апреля то и дело выпадают сильные снегопады. Толстый снежный покров покрывает холмы и деревни, превращая Канас в сказочный мир. На Канасе растет бесчисленное множество сибирских лиственниц, высоких и стройных сибирских елей, пихт, сосен и кедров, которые вместе образуют густой таежный лес. Субтитры создавал DimaTorzok